В Сергиево-Пасадском округе продолжают работу мобильные пункты вакцинации. В торговых рядах пункт расположен прямо на первом этаже. Тамара Владимировна Блинкова – человек почтенного возраста. Этим летом собирается в санаторий. Мне 83 года. Я пользуюсь путевкой бесплатной, льготной. Если ехать куда-то, надо прививаться. Приятельницы мои уже привились, нормально перенесли. И сегодня я пришла тоже. Поэтому не хочу болеть тоже. Правда, я не болела весь карантин. У нас в семье никто не болел. Я сдавала мазок два раза, ездила в санаторий, но все нормально было. Каждого желающего привиться от коронавируса записывает волонтер. За один час работы на прививку записалось 35 человек. Это и работающие, и пенсионеры. Заполнили анкету и вперед. Какую? Левую, правую? Ты на первую, на вторую? Первая. И как же сюда присаживаешься? Надо, я так понимаю. Жена проболела очень сильно. Я не знаю, болел, не болел. С другой стороны, у нас близится лето. Записались в Крым. Выкупили путевки. А без вакцинации, кажется, никто не возьмет, не пропустит. Поэтому будем прививаться. И думаю, что многие последуют этому решению. Жить хочу, как и все. Ну, провакцинироваться, быть здоровой. Оберегать себя, детей, мужа. Куда-то поехать, видимо, к родителям на родину надо отдать. Прививку требует, чтобы была. Ну, в общем, надо всем делать, я считаю. Оберегать себя. Некоторые люди побаиваются и не делают все-таки прививки. Ну, мы вначале тоже побаивались, а потом решили, что надо. Здесь просто удобно, рядом с домом. И очередь меньше. Все стараемся идти вновь со страной. Как-то так. Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в торговых рядах работает со вторника по пятницу с 12 до 17 часов. В субботу с 10 до 15 часов. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. К слову, в пятницу, 9 апреля, мобильный пункт вакцинации развернется с 14 до 16 часов в офисе Сбербанка на проспекте Красной Армии в доме номер 218. Ирина Белякова, Никита Корсаков, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова